Вы смотрите «Встреча на Рифея». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболоцких, а у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция «Единой России», управляющий директор ОДК «Пермские моторы» Сергей Владимирович Попов. Здравствуйте. Сергей Владимирович, Вы относитесь к тому типу людей, редкому, к сожалению, сейчас, кто, если берется за дело, то максимально его выполняет. То есть, если однажды Вы взяли на себя обязательства, пока Вы их не выполните, Вы не останавливаетесь. Восемь месяцев, как Вы являетесь депутатом Законодательного собрания Пермского края, депутат Вы молодой, но за этот короткий промежуток времени Вам удалось пролоббировать решение двух очень серьезных вопросов. Это строительство поликлиники в Светловском районе и ремонт техникума имени Швецова. Понятно, что эти объекты были крайне важны для Вашего округа, для Вашей территории. Здесь очень много всяких вытекающих моментов из этого, потому что работники Вашего предприятия, они же избиратели, когда есть где жить и где учиться, где лечиться, то, соответственно, у людей другое настроение, и они с удовольствием спешат на работу. Были две ключевые цели, когда я шел в депутаты. Цель номер один – это действительно улучшение социальной среды жителей округа, куда попадают работники Пермского моторостроительного комплекса целиком, не только моего предприятия. Другие жители этого округа, которые живут, работают, правда, в других местах, но живут в 11 округе. А вторая задача была поднять уровень образования для себя, я имею в виду для своего завода. И действительно, за эти 8 месяцев удалось сохранить строчки в бюджете. Это детская поликлиника на Ладыгина, 47, строительство которой должно начаться в проектировании в 2017 году и закончится стройка в 2019 году. А второе – это привлечь внимание нового губернатора Пермского края или временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетника к проблеме подготовки кадров для авиационной отрасли, для авиационного кластера Перми. С тем, чтобы выделили деньги на реконструкцию и строительство нового корпуса техникума имени Швецова. Техникуму в прошлом году исполнилось 140 лет. Здание находится 140 лет, при этом, естественно, морально, физически устарело. Хорошо, что Максим Геннадьевич принял правильное решение отказаться от каких-то различных частного государственных проектов и взял на себя обязательства целиком и полностью за счет средств бюджета построить новое здание технику. Невозможно в здании, которое родилось в 18 веке, готовить инженеров для техники, которая будет эксплуатироваться и создаваться, вначале создаваться, а потом эксплуатироваться в 21 веке. Мы с ним обсудили его первый приезд на завод. Пермский моторный комплекс был одной из первых предприятий, которые посетил Максим Геннадьевич. И сразу же обозначили ему эту проблему. И очень быстро было принято правильное, на мой взгляд, единственное правильное решение. И вместе, с совместными усилиями других депутатов в законодательном собрании. Значит, эта срочка есть, и теперь все зависит только от Министерства строительства, которое должно реализовать этот проект и реализовать поручения губернатора. Учитывая то, что я сказала в начале нашего разговора, вы добьетесь... Я не отступлюсь, по крайней мере. И самое главное, Светлана, смотрите, это надо не только мне. То есть этот вопрос поднимают и другие мои коллеги. То есть это и Сан Занычин Азимцев, и Николай Анатольевич Микопенко, и Андреев Алексей Горьевич. Все понимают значимость технику имени Швецова. То есть значимость его в деле подготовки кадров для нас. И это совместная работа не только моя, но и других моих коллег. Ну, я знаю, что вот та совместная программа в рамках дуального образования, она вообще признана лучшей в стране по подготовке кадров для вашего комплекса. Это есть, это факт. И вы упомянули Максима Геннадьевича, что ваше предприятие было одно из первых, на какое он приехал. А вы знаете, я задумалась, услышав его слова в обращении к промышленникам на сотрудничестве. Он сказал следующее. Вы знаете, у нас в Пермском крае очень на высоком уровне находится заводская культура. И пояснил. То есть у нас в подкорке, даже если ты не работаешь на предприятии, заложено следующее. Ты должен к 8 часам прийти на работу, 18 часов выйти с работы. И это время ты должен провести максимально полезно. То есть если, мало ли, вдруг у тебя был какой-то менее насыщенный день, то какое-то чувство неудовлетворенности даже у человека присутствует, когда он выходит за заводскую проходную. Это же ведь тоже немаловажный аспект в той же подготовке кадров, в том же строительстве поликлиники. Я говорю это к чему? К тому, что вы, когда мы с вами встречались в прошлом летом в этой студии, вы говорили о том, что очень важно создать среду, создать пространство вокруг предприятия. Эти все шаги, они как раз подтверждение этим вещам. Мне хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть остановились поподробнее именно на этой программе подготовки кадров, потому что этому сейчас уделяется колоссальное внимание. Очень много внимания также уделяется тому, чтобы ребята, молодежь не уезжали из того региона, в котором они закончили школу, чтобы они понимали, что у них есть завтрашний день. Можно, конечно, пофилософствовать. И то, о чем вы сейчас сказали, цитирую Максима Геннадьевича, сказать, что это некий генетический код, который в нас, уральцах, пермяках уже сформировался. Наверное, он присутствует. Наверное, это действительно из поколения в поколение. То есть, работа на предприятиях, фабриках, она где-то уже на генетическом уровне в нас присутствует. Но это одна часть. Вторая часть – это то, о чем вы начали говорить. Это действительно подготовка кадров. Кадры, прежде всего, определяют будущее. Те кадры, которые сегодня приходят на завод, они будут производить нашу технику в 21 веке. То есть, они будут ее эксплуатировать на протяжении всего жизненного цикла. И от того, какие кадры придут на завод, с какими знаниями, где эти знания получены, в какой среде получаются эти знания, зависит очень и очень много для текущей деятельности предприятия и для будущей его работы. Программа дуального образования начата уже порядка двух лет. Мы действительно стали одной из... Мы край, в данном случае, завода Пермского края, одна из лучших практик по Российской Федерации. Это признано уже на различных уровнях. Но основное что? Основное, это действительно, чтобы ребенок, учащийся, который приходит к техникум, проводил как можно больше времени в рамках учебной программы на заводе. Знакомясь с жизнью завода, окунаясь в его среду. Окунаясь не только в работу в цехах, но в том числе и участвуя вне рабочей жизни завода. То есть, принимая участие в каких-то культурных, социальных мероприятиях. То есть, либо волонтером, либо просто участником. То есть, вот это все. И вот эта принципиальная разница между той системой обучения, которая сложилась до 2014-2015 года, и тем, что мы сейчас. Результат есть. Прежде всего, ребята получают непосредственно практику на том рабочем месте, где они будут дальше работать. То есть, они знакомятся с коллективом. То есть, процесс адаптации, процесс результата от этих ребятишек. То есть, он не процесс, а результат работы этих ребятишек. Он гораздо больше, чем то, что происходило раньше. Это некая жизненная необходимость, которая привела нас к тому, что вот этим заниматься. Считаю, что и дальше у этого направления есть возможности для развития. Причем совершенно разные. Мы думаем уже, как это лучше сделать, как лучше создать условия для этих ребят и в цехах. Много нюансов, Светлана. То есть, как выделять их отдельно, или наоборот, чтобы они как можно больше проводили время непосредственно среди рабочих и так далее. Вопрос подготовки наставников для этих ребят, он очень важный. Потому что пришел пацаненок 15-16 лет. Наставник – очень красивое слово в русском языке, мне кажется. То есть, оно такое не учитель, а именно наставник. У нас великий, могучий русский язык. Как раз слово «наставник» отражает именно все то, чем должен заниматься человек, которому прикрепили вот этого паренька, чтобы действительно наставлять, учить, показывать. Мы учим наставников, которые работают с этими ребятами. То есть, там специальные курсы проводим, специальные тренинги для них, потому что важно. Так что работы много, заниматься надо. И вот снова, еще раз подчеркну, что техникум имени Швецова – это составная часть. Новый техникум имени Швецова – составная часть этого процесса обучения, подготовки ребят для нас, для всех машиностроительных предприятий края. А скажите, насколько депутатская деятельность помогает вам в решении тех или иных вопросов? Вы сказали, что сложно совмещать, все равно перестраивать пришлось график своего рабочего дня с сентября прошлого года. Ну, так, по-честному скажите. По-честному, вы знаете, Светлана, то есть, вот депутатская деятельность у меня в какой-то степени вызывает в некоторых моментах чувство бессилия. Это когда вот люди приходят и рассказывают про системные вопросы, которые понимают, что за сегодня, за завтра ты их не решишь, что это нужно целый комплекс мер, включая какие-то изменения в федеральном законодательстве, чтобы заработали те механизмы, чтобы стало людям жить лучше. Вот на заводе там попроще. То есть, я, по крайней мере, там я вертикаль власти, то есть, если я что-то, как вы говорите, людям обещаю, я там делаю, стараюсь выполнять взятые на себя обязательства. И завод старается выполнять взятые на себя обязательства по плану, по товарной продукции. А здесь сложнее. Люди приходят, рассказывают про деятельность управляющих компаний. То есть, начинаешь разбираться глубже, то есть, ездишь здесь по, скажем так, по чиновникам, по местным, в какой-то момент понимаешь, что да, то есть, там люди работают, люди стараются, опять же, то есть, это наши пермские краевые чиновники, да, то есть, но они в конечном итоге, то есть, приходишь к тому, что, значит, нужны изменения в федеральном законодательстве. То есть, и вот этот длительный цикл, длительный процесс, то есть, невозможности помощи одномоментно, да, то есть, там или сразу по щелчку, то есть, людям, да, которые пришли с проблемами, вот оно вот как-то вот, даже не знаю, подобрать вот свое состояние после таких приемов. Ну и что делаешь? Встряхиваешься, и начинаешь действительно, то есть, там уже работать с нашими пермскими депутатами государственной думы, то есть, узнавать, какие проекты по вот этим вопросам, по той же управляющей компании по ее деятельности, то есть, проекты федеральных законов, там, сейчас находятся на рассмотрении, начинаешь работать уже там с ними, да, просить их, чтобы это все каким-то образом учитывалось мнение жителей, мое мнение, да, то есть, на основании вот этого все, и с тем, чтобы вот эти федеральные законы быстрее принимались. Ну, у них там свой порядок, скажем так, который я еще не знаю, вот, но в любом случае это так. Вторая проблема, ну, договорю вот просто. Ну, я нет, я хочу сказать, что как раз вы сами себя опровергаете сейчас, Сергей Владимирович, вы неверно употребили термин «бесилие». Это не «бесилие», то, что сейчас вы рассказываете, это как раз говорит о том, что вы, поняв, что проблема не решается одномоментно, вы начинаете искать пути. Это опять же, возвращаясь к нашему разговору, что вы все равно локомотив и двигатель в решении того, или иного вопроса. Хочется-то ведь, понимаете, чтобы счастье наступило завтра. Другая проблема, тоже системная, это, естественно, то есть вопросы здравоохранения. То есть там люди приходят, да, вчера было, буквально вчера, то есть там 60-летие краевой больницы, то есть отличный пример, как должно быть, как должна быть устроена больница, как должны быть устроены вопросы работы с посетителями, там посетители специфичные, маленькие дети, то есть там дети в кюветах, которые недавно родились с какими-то там отклонениями, просто там рано рожденные. То есть вот как должно быть, и когда понимаешь, что вот это есть пример, на который должны равняться все, скажем так, другие больницы, края ФАПы, да, то есть там понимаешь, что это цель, которая, то есть вот тоже там она системная цель, которой нужно идти из года в год, да, то есть там правильно прилагать усилия для того, чтобы это достичь, а люди приходят с простыми вещами, там очередь, невозможности записаться и так далее. Я уважаю Вадима Павловича Плотникова, у меня с хорошей с ним отношения, он реально, то есть есть вещи, которым он действительно помогает, мы в контакте с ним пытаемся каким-то, но есть системные вещи, которые потребуют усилий, там и Максима Геннадьевича, и Вадима Павловича, и всех членов правительства для того, чтобы действительно каким-то образом изменить ситуацию и вывести здравоохранение в крае на другой уровень, то есть уровень, который отвечает потребностям граждан. Скажите, Сергей Иванович, как у вас на все хватает времени? Есть секрет какой-то? Это очень сложный вопрос, вот где-то, ну, прежде всего, то есть это так, это график, жесткий график работы действительно, да, то есть там заранее выстраивание там приоритетов, стратегических там каких-то вопросов, которыми надо заниматься сегодня, завтра там и так далее, вот, а потом, ну, не знаю, как, как, нет секрета, короче, то есть просто я вот привык, втянулся, да, то есть там вот и все. Спасибо большое, желаю успехов во всех ваших начинаниях, а я уверена, что вы приложите максимально усилий к любому вопросу, каким вы занимаетесь. Спасибо. Посмотрели встречи на Рифее, смотрите нас каждый вторник и четверг, будет любопытно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова